Продолжение следует... Сегодня середина нашей вебинарной недели и сегодня у нас важная и достаточно непростая тема, которая называется «Рекомендательный сервис книгообеспеченности в университетской библиотеке онлайн». Ну, как всегда, да, еще раз хочу сказать, что тема специфическая и она предназначена для библиотекарей. Если среди нас есть не библиотекари, то, конечно, посмотреть ничего секретного в этой теме нет, но вряд ли вы для себя почерпнете что-то совсем уж такое полезное для работы. Так что заранее предупреждаю. Как всегда, пару общих слов, можно сказать, таких заклинаний, которые я говорю каждый раз. Говорю в основном для тех, кто первый раз к нам приходит на вебинары. Хотел бы сказать, что среди слушателей каждого вебинара как минимум 20-25% всегда совершенно новых людей, которые к нам до сих пор на вебинары не ходили. Итак, для этих людей повторяю, что в самом начале чата у нас всегда располагаются две важные ссылки. Первая ссылка ведет на сайт Директ Академии. Эта ссылка ведет на главную страницу сайта, где располагается расписание наших вебинаров до конца нашего учебного года, до июня месяца включительно. И на любой из наших вебинаров вы можете записаться, зарегистрироваться и бесплатно поучаствовать. Вторая ссылка отвечает на вопрос, ведется ли запись вебинара, можно ли будет его потом посмотреть. Да, запись вебинара ведется, как и всех наших вебинаров вообще. И записи выкладываются на наш учебный видеоканал на YouTube. Подписывайтесь на видеоканал по вот этой вот ссылке и будете всегда иметь информацию о наших новых вебинарах. В настоящее время на нашем канале около 230 записей предыдущих вебинаров расположено. Так что это большая база знаний, которыми можно пользоваться. Ну и позвольте проанонсировать два вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. Вот эти два вебинара. Завтрашний вебинар буду вести я. Будет он посвящен нашему проекту, который называется «Артпортал». И будет называться «Артпортал в помощь школьнику, студенту, преподавателю». Ну и пятничный вебинар проведет Татьяна Телегина, один из наших самых востребованных спикеров. Будет он называться «Фэншуй для ВКР. Работа с текстом, форматирование и оформление». Ну тема ВКР во втором семестре, разумеется, она такая наиболее востребованная. Поэтому милости просим на вот эти два вебинара. Еще общее объявление я буду делать в самом конце нашего сегодняшнего вебинара. А сейчас разрешите, я приступлю непосредственно к теме. Вот тема нашего сегодняшнего вебинара – это «Пути обеспечения книгообеспеченности». «Книгообеспеченность» – тут, может быть, немножко такое старое название у меня. «Книгообеспеченность в дизайне и функционале ЭБС». Режимы работы книгообеспеченности. Общий интерфейс сервиса книгообеспеченности. «Пошаговая инструкция, как заполнять книгообеспеченность, как добавлять книги в книгообеспеченность, как пользоваться рекомендацией вузов и как воспроизводить собственную сетку дисциплин внутри книгообеспеченности». Хочу сказать, что наш сервис книгообеспеченности уже достаточно устоявшийся по функционалу сервис. И те работы, которые нами ведутся, это в основном работы по расширению заполняемости этого сервиса. К чему я это говорю? Если вы присутствовали на нашем вебинаре, который проходил, если не изменяет память, в сентябре 2017 года, то вряд ли вы в сегодняшнем вебинаре найдете что-то новое для себя. А если нет, то, пожалуйста, слушайте и давайте двигаться дальше по нашему плану. Итак, пути обеспечения книгообеспеченности. Общие слова немножко. После отмена приказа 1953 в 2014 году и с появлением приказа 1651 в 2016 году книгообеспеченность стала ключевой отчетной нормой библиотеки. Вот в ФГОСе написано, что библиотечный фонд должен быть укомплектован изданиями основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин модулей. Ну и давайте поговорим, как обычно происходит наполнение книгообеспеченности. РПД заполняется, с одной стороны, преподавателями снизу, назовем это снизу, так и отделами комплектования библиотеками сверху. Каждая книга подразумевает отдельную транзакцию. Ну что значит отдельную транзакцию? Это значит, эту книгу надо где-то найти, либо в библиотечном фонде бумажной литературы, либо в какой-то ЭБС, поместить его в книгообеспеченности. Каждая книга требует своего собственного действия. То есть в этом традиционном пути нет массовых операций никаких. Ну, соответственно, там, где отдельная транзакция под каждую книгу, это значит неизбежное ограничение финансы, время сотрудников, наличие на рынке, наличие в книжном фонде и так далее. Тот путь, который мы предлагаем, это чтобы ваша книгообеспеченность хотя бы в какой-то части, а желательно в большей своей части, формировалась бы относительно... Вот в технике есть такое понятие автоматически и автоматизировано. Вот этот путь автоматизированный, да, то есть автоматически это когда совсем без участия человека, автоматизированный это когда частичная автоматизация происходит. То есть частично по воле какого-то алгоритма, а частично по воле человека. Вот наш путь, это второй путь, путь автоматизированного заполнения книгообеспеченности. Ну и тезисы у нас такие, если ЭБС обладает достаточно серьезным, большим фондом для покрытия дисциплин, можно использовать ее для заполнения книгообеспеченности и использовать ЭБС в качестве базовой для первичного заполнения, первичного автоматизированного заполнения книгообеспеченности. Ну и следующий пункт это то, что можно использовать рекомендации других ВУЗов, которые есть у этой ЭБС, с тем, чтобы подсказать работникам библиотеки, которые занимаются книгообеспеченностью, насколько важна эта книга и стоит ли на нее обратить внимание. Ну и давайте рассмотрим, как она выглядит. У нас сегодня такой приближенный к интерфейсному вебинар. Поэтому, на самом деле, можно, конечно, пытаться это делать и по ходу вебинара, а можно потом, после того, как вебинар будет записан, попытаться его воспроизвести и, работая с интерфейсом, воспроизвести все то, что я вам буду говорить. Ну, самое первое, как попасть в книгообеспеченность. Книгообеспеченность доступна как в роли библиотекаря, так и в роли преподавателя. Это позволяет преподавателям помогать вам и обеспечивать коллективную работу над книгообеспеченностью. А доступ в книгообеспеченность происходит вот по такой схеме. На самом верху нашего сайта находится вот такая стрелочка вниз. Так, сейчас я буду рисовать. Включу. Это первый этап. Нажимаем на нее, получаем выпадающее меню вертикальное. В этом выпадающем меню выбираем «Мой ВУЗ». Открывается вот это окошко с открытой вкладкой «Мой ВУЗ». И четвертое, что нам надо нажать, это нажать в новом вертикальном меню, нажать строку «Книгообеспеченность». Вот после этого мы попадаем, собственно, в этот наш сервис. Ну, прежде всего, давайте я расскажу вам о режимах. Режимы книгообеспеченности обеспечиваются вот этой вот кнопочкой. Обращаю ваше внимание, это кнопка, которая обеспечивает переход между способами систематизации книг внутри книгообеспеченности, либо по УГСН, укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, либо по АКСО, по старому стандарту. Обращаю ваше внимание, что это кнопка, а не индикатор. Вот эта кнопка не говорит сейчас, вот видите, на ней написано АКСО, она не говорит, что сейчас включен режим АКСО. Наоборот, для того, чтобы понять, какой режим включен, надо смотреть вот сюда. А это кнопка переключения. После того, как вы на нее нажмете, произойдет переформатирование вот этого всего окна в режим АКСО, и здесь появится слово АКСО. А на кнопке, наоборот, будет написано УГСН. Вот такие вот режимы. Базовый режим для нас это новый УГСН. Это 57 различных УГСНов верхнего уровня. Есть еще подразделения. Вот здесь не обязательно нули могут быть. Вот, ну, верхнего уровня, если не изменяет память, 57 или 59. Да, ну, и вот здесь, на этом слайде, как раз показано противоположное состояние, когда мы перешли в режим систематизации по АКСО. Ну, и давайте поговорим об интерфейсе. Вот здесь вот я пометил циферками разные элементы интерфейса. Внутри книгообеспеченности. Про первые мы уже с вами поговорили. Это переключатель режимов. Кнопочка 2. Второе, точнее, не кнопочка, а группа элементов интерфейса 2. Это кнопки для выгрузки информации о книгообеспеченности в виде экселевской таблицы простого списка литературы. Экселевской таблицы в формате CSV, простейший текстовый формат. И в более сложном экселевском формате с подразделениями, включающими структуру, которую вы создали. То есть все то, что вы создаете, вы можете потом экспортировать в формат Excel и потом работать с ним, либо при помощи этих файлов создавать свою какую-то отчетность. Третий пункт. Это, собственно, набор категорий самого верхнего уровня. Чаще всего это как раз вот эти ОГСНы, то есть укропненные группы специальностей и направлений подготовки. Но, однако, надо иметь в виду, что в верхнем уровне иерархии может быть, вообще говоря, любая строка, которую вы можете сформировать сами. Чуть позже мы об этом поговорим. О четвертой группе мы поговорим подробнее позже. Там будет укрупненное изображение вот этой вот группы кнопок интерфейса. Ну, сейчас, в общем случае, вот сейчас пока обобщенно скажу, что это группа кнопок, которая управляет текущей категорией. Далее, пункт 5. Ну, это, как всегда, удалить. Для того, чтобы что-то удалить из этой таблички, надо сначала взвести вот здесь галочки и после этого нажать на кнопку «Удалить». Обращаю ваше внимание, после того, как вы что-то удалите и согласитесь с предложением удалить, дальше сделать уже ничего невозможно. И если вы удалили что-то полезное, это будет навсегда. Так что аккуратно пользуйтесь этой кнопкой. Следующий пункт 6. Добавить свою категорию в качестве базовой. Этот пункт важен тогда, когда вам нужно здесь поместить какие-то свои собственные строки. Ну, например, книги для аспирантуры или там, не знаю, как вам будет угодно отобрать там любимые книги ректора или что-то вроде этого. Единственное, что тут надо понимать, что строки могут быть любые, и вы можете задать любые строки посредством вот этой вот кнопки. Пункт 7. Это отправить свою структуру. Если вы точно знаете свою структуру книгообеспеченности, хотите ее заполнить, она есть у вас, например, в Excel-файле, и хотите ее заполнить, вы можете подключить наших администраторов и библиографов для того, чтобы внести эту информацию в вашу книгообеспеченность уже нашими силами, отослав специальный файл. Ну и, собственно, добавить UGSN. Восьмой пункт. Это стандартная процедура, когда по этой кнопке добавляется одна из вот таких вот строк, и эта строка уже является заполненной. Вот почему эта строка является уже заполненной. Вот давайте прямо сейчас я вам расскажу. Мы применяем два, ну, точнее, даже три алгоритма заполнения УГСНа. Первый алгоритм связан с тем, что наши библиографы просматривают этот УГСН и состоящий в нем состав дисциплин, которые находятся в нем, и распределяют вручную, распределяют ту литературу, которая есть у нас, по этим составным, по этой иерархии. Пользуюсь при этом описаниями книг. Почему три? Потому что этому предшествует период полуавтоматический, ну, такой, не буду его называть искусственным интеллектом, конечно, это очень громко сказано, ну, такой интеллектуальный поиск, когда внутренний алгоритм наш, ВБС, помогает нашим библиографам отобрать какую-то литературу по некоторым ключевым словам, по названиям. Дело в том, что название дисциплин и УГСН не всегда совпадают с тем, что реально в книжке есть, и нужно пользоваться таким достаточно интеллектуальным фильтром. А вот после этого интеллектуального фильтра уже происходит ручная настройка заполнений. Для разбиения УГСН по дисциплинам мы пользуемся рекомендациями ФГОС-3. Как известно, после ФГОС-3 государство перестало нормировать название дисциплин, но, с другой стороны, опираться на вот это очень удобно, поэтому мы используем те списки дисциплин, которые приведены в ФГОС-3. Вы, конечно, потом это можете переименовать, перенести все и так далее. Но в качестве базы так. Ну и третий алгоритм, по которому попадают книги в книгообеспеченность автоматически, это рекомендации других вузов. Об этом пути мы поговорим чуть позже. Ну а теперь давайте поговорим, как, собственно, надо производить заполнение книгообеспеченности. Первое, что надо сделать, это добавить УГСН. То есть, возвращаясь к предыдущему экрану, это нажать на кнопочку 8. Вот это вот. До того, как вы добавите свои УГСН в книгообеспеченность, там пусто. Далее, каждая специальность имеет три ступени. Бакалавр, магистр и литература по направлению. То есть, это литература, не распределенная между бакалаврятом, магистратурой, конкретно между дисциплинами, которые в ней входят. Собственно, улучшение нашего сервиса книгообеспеченности состоит не только в том, чтобы поместить в какую-то УГСН литературу по направлению, но и в том, чтобы поменьше было литературы вот здесь, вне распределенной литературы, и побольше было бы литературы, распределенной по конкретным дисциплинам. Каждая ступень вот здесь имеет два источника. Во-первых, из базовой коллекции нашей, и во-вторых, из издательских коллекций. Обращаю ваше внимание, что вообще книгообеспеченность автоматически формируется только из тех частей ЭБС, которые вами приобретены. Другими словами, если вы приобрели 10 издательских коллекций, а 20 числа, чисто символические, а 20 не приобрели, то именно из этих 10 будет черпаться книгообеспеченность. То есть тут не будет ничего лишнего с точки зрения, что книжка в ЭБС, ну вообще в общей ЭБС у нас в ее максимальном составе есть, она внесена в книгообеспеченность, а вы-то ее не приобрели. Вот такого быть не может, поэтому надо понимать, что в книгообеспеченности находятся только те книги, которые реально находятся в вашем доступе и покрыты вашим договором. И, кстати, в этом есть отличие в поиске литературы, о которой мы чуть попозже поговорим. Дело в том, что в сервисе книгообеспеченности есть собственный поиск, и этот поиск-то как раз по той литературе, которая только вам, не только вам, а вам абсолютно доступна, то есть в соответствии с вашей подпиской. Общий же поиск, он может приводить к литературе, которая есть в максимальном составе ЭБС, но нет в вашей конкретной подписке, и в этом случае он просто вас предупредит, даст вам полное описание книжки, возможно, даст посмотреть какие-то несколько страниц, но предупредит, что этой книжки реально в вашей подписке нет. Вот в этом есть различия в разных элементах интерфейса в нашей ЭБС. Поэтому, если вы ищете книжку для книгообеспеченности, для того, чтобы заполнить книгообеспеченностью, лучше пользоваться тем поиском, который внутри соответствующего сервиса существует. Я обещал вам рассказать насчет состава вот этих кнопок. Вот он здесь в увеличенном виде приведен. Давайте я сотру, потому что сейчас буду по одному говорить об этих кнопках. Кнопка слева, о ней я расскажу в последнюю очередь. Первая кнопка, вот эта. Она служит для того, чтобы добавить книжку в ту категорию, в которой вы нажимаете вот эту кнопку. То есть вы можете добавить книгу в дисциплину и в любую из более верхних категорий. Более того, вы ведь можете и внутри дисциплины создать свои подкатегории, удобные для вас по каким-то причинам. То есть в любую категорию, в категорию любого уровня иерархии вы можете добавить книгу. Что происходит, когда вы нажимаете на эту книгу, мы подробнее рассмотрим позже. Кнопка 2 позволяет в вашу категорию добавить какую-то подкатегорию и назвать ее так, как вам захочется. То есть это самостоятельное ручное создание подкатегории. Да, обращаю внимание, именно ручное создание подкатегории, потому что, как я уже говорил, в тот момент, когда вы создаете вот эту вот большую категорию, УГСН, она уже внутри заполнена, полуавтоматически заполнена не только книгами, но и иерархией категорий. Вот третья кнопка, вот эта, это изменение названия той категории, которая в данный момент вами исправляется. Четвертый пункт, это передать состав подкатегории в виде экселевской таблички. Помните, я говорил, что экселевскую табличку можно по всей книгообеспеченности вытащить, а в данном случае это частный случай, частный вариант, когда можно вытащить в отдельную экселевскую табличку только ту категорию или подкатегорию, с которой вы работаете. Ну и этот пункт понятен, это стереть подкатегорию, то есть убрать ее из вашей книгообеспеченности. Что касается вот этой кнопочки, кнопочки 6, чуть позже будет показано, как с ней работать. Эта кнопка не всегда возникает, она возникает только в тот момент, когда вы какие-то конкретные книжки, книжка это всегда листочек, этой иерархии, то есть меньше книжки иерархии быть не может. Вот когда взведены какие-то галочки вот здесь вот для какой-то книжки, ее можно перенести в или скопировать, точнее, в другую категорию более высокого уровня. Другими словами, перенести из одной категории в другую. Вот для этого эта кнопочка и существует. Итак, да, ну, чуть подробнее я об этом вообще-то сразу вам рассказал, но вот есть слайд отдельный, да. Итак, вы получаете после того, как вы занесли УГСН, какой-то УГСН в книгообеспеченность, который вам интересен, вы получаете заполненную иерархию. То есть, во-первых, там уже существует вот такая вот сложная иерархия какая-то, а во-вторых, эти иерархии заполнены конкретными книжками. это первое, что вы должны понимать, то есть, вы получаете полуфабрикат для своей работы. Этот полуфабрикат может вас устроить на 100%, на 90%, может быть, если не очень хорошо получилось, на 5%, но это уже какой-то полуфабрикат, с которого можно начинать работать. Ну и следующее, что вы должны понимать, это именно полуфабрикат, и вы можете изменять его содержание, перекраивать и добавлять туда литературу по своему усмотрению. А вот теперь как раз про перенос книг, то, о чем я говорил. Как правило, перенос книг осуществляется из литературы по направлению, то есть, из той области, которая не распределена по конкретным дисциплинам, в конкретную дисциплину или в конкретную категорию более высокого уровня. Вот когда здесь взводятся галочки слева, то в категориях выше появляются вот такие вот облачки, и это говорит, что если на это облачко мы нажмем, то туда перейдет данная книжка. Ну и, конечно, интересен вопрос, как же нам изменять нашу иерархию. Вот один из способов изменения иерархии это использование вот этой вот кнопочки в виде папки, которая добавляет категории в уже созданные категории. Ну вот, например, в данном случае это категория иностранный язык. Допустим, в иностранном языке вам захотелось сделать более глубокое деление на языки, на английский, немецкий, испанский и так далее. Вот. Вот в этом случае вы вводите тогда новые новые подкатегории и заполняете их уже по своему усмотрению или перераспределяете книги из более высокой категории иностранного языка в вот эти вот подкатегории. А как же, собственно, добавлять книги? Конечно, хорошо, когда есть автоматизация и хорошо, когда эта автоматизация сработала на 100%, но 100% реально бывает редко, всегда надо, как правило, произвести и ручное добавление тоже. Для этого существует вот эта первая кнопочка. И если вы хотите добавить какую-то книгу, например, сейчас в категорию иностранный язык, вы просто нажимаете на эту кнопочку. Сейчас я расскажу, что дальше происходит. Книжку можно добавить в любую категорию, вообще говоря. Когда вы нажимаете на эту кнопку, происходит следующее. Вы попадаете в новый интерфейс для поиска и отбора книг. Поиск, как я уже говорил, поиск внутри сервиса книгообеспеченности несколько отличается от поиска общего. поиск. Во-первых, он несколько проще по своему функциональному составу. Ой, прошу прощения, что-то я не то пишу. Хотел здесь галочку просто поставить. По своему функциональному составу мы видим здесь всего четыре области и нет отдельно настроек поиска простого и усложненного поиска, полного поиска. Что из себя представляют вот эти четыре настройки, при помощи которых можно производить поиск? Во-первых, надо понимать, что заполнение любой из этих областей приводит к уменьшению количества выдачи поиска. Все эти вот давайте я помечу первое, второе, третье поле и четвертое поле. Извините, я пишу мышкой, получается не так красиво. Все эти поля первое, второе, третье и четвертое они работают по логическому закону и. То есть другими словами выбирается только та литература, которая удовлетворяет всем этим условиям. Поэтому надо очень аккуратно пользоваться и сначала попробовать поискать по длинному пути, может быть, когда вы, то есть заполнить только некоторые из них, одно, например, поле, и потом, когда и если у вас вывалится огромное количество литературы, которое не обзорно, то попытаться отфильтровать что-то более подробно. Два поля, три и четыре, это поле свободного добора. Здесь вы можете выбрать автора или название, точнее, не выбрать, а просто написать в этих полях. В этих полях применяется алгоритм поиска по частичному соответствию, вы можете написать только фамилию автора, совсем не обязательно полностью его фамилиями отчества знать. В принципе, даже имя можете написать, но тогда, конечно, вы можете промахнуться с большой долей вероятности. Название тоже достаточно знать частично, несколько слов из названия или одно слово из названия. Это тоже работает. Поля один и два это чистые фильтры, то есть здесь ничего писать нельзя, можно только выбрать из списка. Из списка дисциплин либо из списка разделов. Как всегда, когда речь идет о дисциплинах, надо понимать, что дисциплина в нашем списке может не стопроцентно совпадать с названием дисциплин конкретно у вас. Если это дисциплина общего цикла, то там, скорее всего, будет стопроцентное совпадение, а во всем остальном там могут быть варианты в названии и так далее. Поэтому аккуратно используйте этот фильтр только тогда, когда точно знаете, что вам надо. Итак, пользуясь этим списком, вы получаете какую-то выдачу. В данном случае, я напоминаю, мы искали книги для категории иностранный язык, и я вот здесь выбрал слово герундий. Нашел две книжки, которые содержат это слово в названии. Из этих книжек я могу, ну, слово редко, если бы было слово более часто встречающееся, здесь бы могло быть и тысяча книг, конечно, в данном случае всего две книжки, легко можно из них выбрать. Что я хотел бы сказать, к каждой книжке приписана вот такая вот фраза, надежная или может этой фразы не стоять. Что значит надежная? Такое очень наше сленговое название, может быть, но мы, к сожалению, не нашли лучшего. Это некоторая наша информация о состоянии договора по этой книге. Надежная книга, это значит, мы почти на сто процентов уверены, что в течение действия вашего договора с нами эта книжка не уйдет из подписки. Если нет информации о том, что она надежна, это не значит, что она совсем ненадежна, что она вот обязательно от вас уйдет. Это говорит только о том, что книжка у нас нет информации, подтверждающей долгосрочный договор автора с издательством или издательства с нами. То есть, книжки, если уходят из подписки, как правило, это связано не с нашим договором с издательством, а с договором автора с издательством. Авторы могут из издательства уйти, перейти в другое издательство и так далее. Все это естественный реальный ход правной литературы, которые ищут то место, где лучше финансово ей. Большинство книг, которые вы здесь увидите, я бы даже сказал подавляющее большинство, имеют подпись надежная. Если нет надписи, вы можете эту книжку выбрать, конечно, но будете понимать риск, что риск какой-то существует. Этот риск может быть не очень велик, но он действительно существует, поэтому вот такую информацию мы вам даем. Так, а я, да, про кнопочки я здесь вам не сказал. Как всегда, конечно, вы можете какую-то автоматизацию сделать, выбрать все книжки из списка, но когда их две, конечно, проще просто галочки поставить вот здесь, вот, да, когда их много, можно нажать на кнопку. Можно снять выбор всего, можно ничего не делать и вернуться к предыдущему экрану, то есть к дисциплинам, можно удалить выбранное и ой, прошу прощения, так, давайте я, эти две кнопочки, они на самом деле не имеют отношения к поиску, они от предыдущего экрана остаются. Ну и вот после того, как вы все выбрали, поставили, например, здесь одну галочку, первая книжка удовлетворяет наши потребности, мы ее добавляем в дисциплину и она попадает вот в предыдущий экран, вот сюда, к нам в иностранный язык и помещается в эту категорию. Все достаточно просто, еще раз хочу сказать, что если вы ищете книги для книгообеспеченности, лучше пользуйтесь вот этим поиском, а не общим поиском, который у вас существует на сайте, на главной странице. Теперь пару слов о рекомендациях вузов. те книжки, которые у вас попадают, та литература, которая у вас попадает в категории, она некоторая из, некоторые из строк, они подкрашены зеленым, светло-зеленым фоном и имеют вот такую вот циферку после библиографического описания. Что это означает? Это означает, что эта книжка попала в книгообеспеченность ряда ведущих российских вузов. Здесь я не буду уточнять, что такое ведущий российский вуз. Это вкратце вузы из рейтинговых вузов, которые находятся наверху рейтинга российских вузов. То есть это те вузы, которым можно доверять и чьи рекомендации имеет смысл учитывать. Ну а цифра означает, точнее число, означает, сколько вузов включили данную книжку в свою книгообеспеченность. В данном случае это просто рекомендация. Вы можете исследовать, можете не следовать, но вы сразу видите, какие книжки среди тех книжек, которые мы вам предложили, имеют повышенный приоритет для того, чтобы их рассмотреть и оставить в вашей книгообеспеченности. То есть это такой коллективный разум, то есть если ведущие вузы эту книжку используют в данном УГУС, они вот здесь вот, может быть, и нашему вузу тоже имеет смысл обратить на нее внимание, даже если наши преподаватели, руководители кафедры не включили по какой-то причине эту книжку, вот, может быть, имеет смысл ее включить. еще раз показать эту книжку преподавателям и получить рекомендацию по поводу этой книжки. Вот, вот, собственно, отражение вот этой информации, это один из таких, ну, я бы не сказал, что это такое шноу-хау, понятно, что рекомендации в интернете вообще используются очень активно, да, вот, особенно с появлением соцсетей, мы привыкли, что куда бы мы ни пошли, мы видим информацию о том, что вот здесь побывали наши друзья, они это прочитали, они это лайкнули и так далее. Ну, вот это вот некоторые такой аналогии лайка, да, то есть вот четыре вуза лайкнули эту книжку для себя, да, может быть и нам имеет смысл обратить на это внимание. Информация о рекомендации вузов присутствует также и во всех Excel-файлах, которые мы можем скачать, вот здесь вот, либо по общему, общей кнопочке, скачке всей книгообеспеченности, вот видите, тут вот есть графа рекомендации и здесь отмечено, что сколько организаций рекомендует эту книжку. Excel, конечно, удобен, потому что вы можете, например, поставить фильтр, либо отранжировать по количеству рекомендаций и посмотреть только наиболее рекомендуемые книжки, это всегда очень удобно. Ну и вообще я всегда говорю, что, конечно, веб-интерфейс это великая вещь, это очень здорово, но такого количества функционала по работе с информацией, как в Excel, вы ни в одном веб-интерфейсе не получите, поэтому работа с таблицами это всегда удобно и мы всегда позволяем всю нашу информацию выкачивать в виде таблиц. Ну и, собственно, производство собственной сетки дисциплин, как я уже говорил, вы можете нажать на кнопочку «Добавить свою категорию в качестве базовой». Иногда это удобно, когда вы хотите работать не по ОГСНам, а создать свою собственную категорию и эту категорию наполнять в соответствии с тем, что нужно конкретно вашему ВУЗу. Единственное, что вы должны при этом иметь в виду, что ваша собственная категория окажется пустой, потому что, конечно, заполнить произвольную категорию какими-то рекомендациями невозможно. И тогда 100% работы над книгообеспеченностью внутри этой категории окажется на вас. Ну и также, как я говорил, вы можете отправить свою собственную структуру в виде Excel-файла нам, и тогда мы ее добавим в этот интерфейс. Это можно сделать автоматически, не обязательно писать менеджеру письмо, отправлять, можно просто загрузить файл, важно, чтобы он был не больше 10 мегабайт, такое вот ограничение на передачу файла, загрузить его туда, сюда, вот в это окошечко, и передать нам, нажав на подтверждаю. Да, ну вот здесь по поводу нового я бы не стал говорить, это уже более-менее функционал тот, который у нас утрясся, вот что я хотел бы сказать по поводу того, что сейчас делается, во-первых, мы продолжаем обобщать информацию о рекомендациях вузов, то есть чем дальше, тем больше всяких рекомендаций появляется у нас, вот и тем более точным становится рекомендательный рекомендательный сервис книгообеспеченности. Есть у нас такая функция, как гарантированная система подписки по РПД или карте книгообеспеченности. Присылайте нам свою информацию о ваших РПД или карте книгообеспеченности и мы сможем гарантировать вам систему подписки. Обязательно связывайтесь с менеджером, потому что у нас для разных вариантов, для разных вузов и направлений эта функция может быть либо бесплатная либо платная. То есть это такая возможность, если вы хотите получить полную гарантию, чтобы ваша книгообеспеченность никуда не ушла за время вашей подписки, но это может потребовать дополнительной платы, небольшой. книги. Да, ну и по поводу пункта 3 я говорил о том, что у нас есть первичное подключение, то есть перед тем, как наши библиографы просматривают литературу для вас, у нас такой интеллектуальный машинный отбор происходит, который позволяет обратить внимание библиографов на книги в соответствии с их содержанием не просто по названиям, но и по более тонкой настройке по тому, что в этих книгах содержится. Обращаю ваше внимание, я уже об этом говорил, что книгообеспеченность ищет только по тем коллекциям, на которые ВУЗ подписан. Она не показывает иные источники, в том числе не подписанные издательские коллекции. Чтобы получить более полное представление об УГСН, о заполняемости УГСН, о максимальном заполняемости УГСН в пределах нашей максимальной версии ЭБС, можно запросить таблицу УГСН у нашего менеджера, либо использовать, если вы в тестовом доступе, вам по умолчанию все открыто, либо использовать иные инструменты, о которых я сейчас расскажу. То есть, другими словами, вы можете не ограничиваться поиском внутри книгообеспеченности, если вам нужно во что бы то ни стало получить информацию о том, что еще есть в неподписанной части, вы это тоже можете сделать. во-первых, в нашем сайте, в нижней его части, в подвале, есть вот такой пункт «Навигация УГСН Аксо». И здесь вы переходите на раздел, где вы можете получить полную информацию о составе УГСН в нашей ЭБС. Во-вторых, вот есть специальный такой адрес «УГСН Библиоклуб.ру». Мы его не обозначаем, это бесплатный сервис, мы его не обозначаем как отдельный какой-то наш проект, просто это такой функционал «Помощь библиотекарю», в котором можно более подробно провести поиск по УГСНам, по составу УГСНа и так далее, получить таблицы полной заполняемости УГСНа, что там есть из максимальной версии. Работает это так, вот здесь есть достаточно большой тут вариант действий, можно нажать на кнопочку «Дополнительно», «Подбор литературы по дисциплине», и дальше внизу можете выбрать книги по дисциплине, тут есть разные интеллектуальные варианты, либо по жесткому названию дисциплины, исключать, либо по интеллектуальный поиск, когда ищется в дисциплине жестко указанное, а также в тех дисциплинах, которые этот интеллектуальный поиск посчитает идентичными, можно пользоваться разными фильтрами, ну и так далее, и получать здесь информацию о полной максимальной версии, что есть в максимальной версии ЭБС. Все, сегодняшняя тема у нас исчерпана, и я хотел бы, да, вы, конечно, можете готовить свои вопросы, а я хотел бы вам сделать объявление, которое я теперь буду делать на своих вебинарах достаточно часто. Мы хотели бы, то есть не только хотели, мы знаем, что среди вас есть некий запрос на то, чтобы становиться авторами наших вебинаров Директ Академии, и мы хотели бы до 1 мая этого года провести заполнение вот этой вот таблицы, давайте я вам дам ее адрес. Если кто-то хочет стать автором вебинара, пожалуйста, заполните графу вот в этой таблице. Я надеюсь, что к мае эта табличка будет более-менее заполнена, и тогда мы в мае проведем голосование, и те темы, которые заинтересуют вас, получат возможность в июне месяце эти авторы получат возможность стать нашими спикерами и провести свой вебинар под эгидой Директ Академии. Я ждал, что будет информация по поводу сертификатов. Давайте я, как всегда, информацию дам, что делать, когда сертификат не получен. Одну минутку. Вот будет такой достаточно длинный текст. Пожалуйста, его почитайте и действуйте в соответствии с этим текстом. конкретных вопросов я не вижу. сервис это такой функциональный достаточно не то, чтобы сложный, но один из самых сложных в интерфейсе, поэтому мы специально производим вебинар исключительно по этому сервису, чтобы было какое-то понятие, как с ним работать. Да, ну и последнее приятное для меня. Да, я скоро провожу курс, который называется профессиональная разработка электронного учебного контента. Кто хочет приходить на мой курс, приходите, милости просим. Сейчас я информацию, ссылку на лендинг этого курса вам дам. Если кто-то хочет работать с электронным учебным контентом профессионально, приходите на мой курс, я вам расскажу, как это делать. Это уже четвертый запуск, четвертый год я читаю этот курс. Это самый популярный курс среди моих курсов, скажем так. Не буду много тратить времени на свою рекламу. Коллеги, сегодня у нас все. Я очень вам советую, если эта тема вам показалась важной и полезной пересмотреть потом запись этого вебинара, потому что конечно работать в реальном времени в вебинаре и сразу смотреть, что это означает в интерфейсе достаточно сложно. Спасибо за внимание, приходите на наши следующие вебинары. Следующий вебинар завтра будет мой, посвященный нашему проекту «Артотеки». Это мой любимый проект. Я в нем принимаю активное участие, поэтому постараюсь вам с любовью об этом проекте рассказать. Спасибо, коллеги. Рад, что вы пришли. Встретимся на других новых вебинарах в «Артотеки».